Имеющиеся на каждой кухне пряности можно использовать не только в качестве ароматных добавок при приготовлении блюд. Для красоты и здоровья специи не менее важны и полезны. Поэтому давайте разберем, как свойства гвоздики могут помочь избавиться от лишнего веса. Полезные свойства гвоздики Вкусовые качества гвоздики не всем приходится по душе. Кто-то считает ее вкус слишком резким, кому-то гвоздика вовсе безразлична. Однако состав этой специи никого не оставит равнодушным. Гвоздика – это настоящий кладезь полезных витаминов и элементов. Витамины группы А отвечают за здоровое зрение, пищеварительную систему, полноценный рост и развитие детей, хорошее состояние кожи, волос и ногтей. Витамин В стабилизирует функционал нервной системы , участвует в обмене веществ, укрепляют иммунитет, помогают в борьбе со стрессом, улучшают состояние кожи. Витамин Е подавляет воспаление, ускоряет заживление ран и ссадин, является антиоксидантом. Витамин К отвечает за свертываемость крови и минерализацию костной ткани. Витамин С помогает в укреплении и восстановлении иммунной системы, защищает организм от воздействия вирусов и бактерий, ускоряет регенерацию кожи, участвует в синтезе коллагена. Магний является непосредственным участником энергообмена, участвует в передаче нервных импульсов и сокращении мышц, что необходимо для здоровья сердечно-сосудистой системы. Натрий поддерживает кислотно-щелочной баланс в организме, участвует в водном обмене клетками крови и тканями. Марганец активно влияет на обмен веществ, контролирует уровень инсулина и холестерина. Железо входит в состав кровяных телец, помогает захватывать и накапливать кислород. Калий поддерживает уровень кровяного давления, регулирует кислотно-щелочной и водно-солевой балансы, участвует в синтезе ферментов и белка. Силен необходим для полноценного обмена веществ, защищает клетки от повреждений, важен для работы щитовидной железы. А также фосфор и множество аминокислот и полиненасыщенных жирных кислот. Польза для похудения Людям, которые хотят избавиться от лишнего веса, следует обратить внимание на гвоздику по ряду причин. Специя помогает улучшить вкусовые качества постных и диетических блюд, добавляет им пикантный вкус и аромат. Гвоздика провоцирует выделение желудочного сока, поэтому пища переваривается значительно легче и быстрее. Она предотвращает воспаление и гниение в ЖКТ, устраняя диарею и вздутие. Содержание витаминов группы В помогает поддерживать нервную систему, которая во время похудения подвергается стрессу. Помимо пользы для пищеварения, гвоздика благотворно влияет на женское здоровье, помогая нормализовать цикл и регулирует работу половых органов. Прежде чем продолжить просмотр, просим вас подписаться на канал, чтобы вы не пропускали новые полезные материалы. А наша команда, в свою очередь, будет делать все возможное, чтобы оправдать ваше доверие. Применение гвоздики для похудения Способов использования гвоздики для снижения веса огромное количество. Массажи и скрабы с маслами гвоздики приводят кожу в тонус, делают ее упругой и подтянутой, выводится лишняя жидкость, улучшается циркуляция крови. Смеси пряностей можно добавлять в пищу, а масло гвоздики снижает аппетит за счет раздражения вкусовых рецепторов. Рецепты чаев Гвоздика с имбирем. Для запуска обмена веществ можно использовать чай с добавлением гвоздики и имбиря. В 300 мл кипятка добавить по половине чайной ложки гвоздики и имбиря, 1 ложку зеленого чая. Накрыть крышкой и дать настояться в течение 40 минут. Полученный концентрат можно на протяжении всего дня разбавлять водой и наслаждаться приятным свежим вкусом напитка. В такой чай по вкусу допускается добавить немного лимона или меда. Настой гвоздики Простой настой для снижения аппетита. Чтобы приготовить его требуется перемолоть 1 чайную ложку гвоздики в порошок, залить 200 мл кипятка и настаивать несколько часов. Принимать такой настой нужно за 30 минут до еды по 70 мл. Гвоздика с корицей Корица – это специя, не уступающая по своим свойствам гвоздики. Она помогает ускорить метаболизм, нормализовать уровень сахара в крови, борется с жировыми отложениями на животе. Гвоздика сама по себе обладает массой полезных качеств, а в сочетании с корицей эффект просто невероятный, как по вкусовым качествам, так и для похудения. Смешать по 1 столовой ложке гвоздики и зеленого чая без добавок, половину чайной ложки молотой корицы или одну-две палочки целой и ванилин по вкусу. Данную смесь залить 500 мл кипятка и оставить настаиваться на 30 минут. Такой напиток бодрит не хуже свежесваренного кофе и обладает довольно изысканным вкусом. Гвоздика с медом. Несмотря на свою калорийность, мед – это крайне полезная сладость. Он помогает восстанавливать иммунитет после болезней, восполняет недостаток полезных элементов и витаминов. Поэтому его использование позволяется практически при любых диетах. Смешать по 1 чайной ложке молотой гвоздики и зеленого чая без добавок. По вкусу добавить имбирь или корицу и залить стаканом кипятка. После остывания напитка добавить 1 чайную ложку меда. Если вкус напитка кажется вам слишком ярким, то можно уменьшить количество сухих ингредиентов или увеличить объем воды. Гвоздичное масло. Массаж с гвоздичным маслом отлично тонизирует и подтянет вашу кожу. Приготовить такое масло можно двумя способами. Первый – это смешать 2 столовые ложки измельченной гвоздики с маслом для тела и настаивать как минимум сутки. Второй – смешать 200 мл любого масла с несколькими каплями эфирного масла гвоздики. После принятия ванны или душа надо растереть немного масла в ладонях и массировать проблемные места круговыми и вертикальными движениями. Массаж можно выполнять как руками, так и с помощью специального массажера. Еще одним способом ухода за проблемными зонами являются обертывания. Для обертывания необходимо подготовить смесь из гвоздичного масла и косметической глины. Глина может быть черной, белой, голубой. Приобрести ее можно в ближайшей аптеке. Смесь разводится до консистенции жидкой сметаны и наносится на проблемные зоны. Для лучшего эффекта обертывание заматывается пищевой пленкой. Также можно накрыться одеялом или надеть теплые штаны. Спустя 45 минут обертывания необходимо смыть теплой водой. При желании после процедуры нанести любимый крем для тела. Скрабы с гвоздикой Использование скрабов – это обязательная процедура при похудении и уходе за проблемными зонами. Роговевшие клетки на поверхности кожи мешают ее питанию. Ухудшается цвет кожи, появляются закупоренные поры, становится заметен целлюлит. Самый легкий способ приготовить скраб – смешать перемолотые соцветия гвоздики с любимым гелем для душа или кремом для тела. Данной смесью нужно массировать проблемные зоны 5-7 минут, затем смыть теплой водой. Также можно приготовить смесь из двух столовых ложек молотой гвоздики, одной столовой ложки молотого кофе и половины столовой ложки меда. Если консистенция скраба кажется вам густой, то можно разбавить его водой. Применяется такое средство аналогично предыдущему. При регулярном использовании 1-2 раза в неделю эффект не заставит себя ждать. Кожа станет гладкой, упругой, бархатистой, уменьшится количество целлюлита. Советы по использованию гвоздики. При использовании гвоздики в кулинарии следует помнить, что своеобразный аромат этой специи сконцентрирован в ее шляпке, а характерная острота сосредоточена в черенке. Перемалывать гвоздику впрок – не самая лучшая идея. Все полезные характеристики со временем разрушаются, эфирные масла испаряются, витамины разрушаются. Оптимальным решением будет измельчение гвоздики непосредственно перед применением. Скорость похудения совершенно не зависит от того, сколько гвоздичного чая вы будете пить. Чрезмерное его употребление повлечет за собой раздражение слизистых желудочно-кишечного тракта, а раздраженные слизистые, в свою очередь, будут напоминать вам чувство голода. Норма в употреблении – 1-2 стакана в день. Вместо зеленого чая, указанного в рецептах, смело можно использовать черный, если вам он больше по вкусу. Безусловно, не стоит надеяться лишь на гвоздику и ждать моментального уменьшения веса. Полноценное сбалансированное питание с дефицитом калорий – это 80% вашего успеха. Противопоказания по употреблению гвоздики Как и любой продукт, гвоздику не стоит употреблять в безграничных количествах, особенно если имеются проблемы со здоровьем. Специя не подойдет тем, кто имеет заболевания желудка, поджелудочной железы, кишечника, печени, почек и желчного пузыря. Гастрит, язвенные заболевания и гипертония также являются противопоказанием к применению этой специи. Несмотря на положительное влияние гвоздики на женское здоровье, то тоже имеются ограничения. Гвоздику запрещено употреблять беременным и кормящим женщинам. При беременности гвоздика может вызвать тонус матки и спровоцировать выкидыш. Также необходимо взять во внимание вероятность индивидуальной непереносимости или аллергических реакций. Если они имеются, то применение гвоздики исключается. Если вышеперечисленные ограничения не имеют к вам отношения, то обязательно попробуйте на себе эффект этой ценной специи. Как еще можно использовать сушеную гвоздику? Для очищения от паразитов. Чтобы избавить свой организм от глистов и паразитов, достаточно дважды в день разжевывать пару соцветий гвоздики. Делать это нужно за 30 минут до еды в течение нескольких дней. Пары дней будет достаточно, чтобы полностью очистить организм. Способ подходит как для избавления от глистов, так и для профилактики их появления. Эфирные масла и ароматические вещества являются оберегом не только от паразитов, но и от многих бактерий и микроорганизмов. Для оздоровления полости рта. Сушеная гвоздика может стать полноценной альтернативой жевательной резинке. Благодаря противовоспалительным свойствам при регулярном разжевывании она поможет избавиться от парадонтоза, стоматита, воспаления десен и даже от ангины. Эфирные масла гораздо лучше любого ополаскивателя для рта могут справиться с бактериями и неприятным запахом. При появлении незначительных признаков воспаления горла или ангины разжуйте несколько соцветий пряности. Данный способ обязательно избавит от боли, болезнь отступит. Для улучшения пищеварения. Для ускорения метаболизма и восстановления работы желудочно-кишечного тракта также можно применять гвоздику. Однако делать это необходимо с осторожностью в связи с противопоказаниями достаточно разжевать пару соцветий специи с одной чайной ложкой меда за 15 минут до приема пищи. Противопоказаниями к применению являются язвенные и воспалительные заболевания пищеварительной системы и повышенное кровяное давление. В прочих ситуациях рекомендуется. Гвоздика поможет избавиться от колита, метеоризма, облегчит гастрит с пониженной кислотностью. Для предотвращения появления рака. Данная пряность содержит эфгенол, замедляющее распространение раковых клеток и блокирующее образование новых. В семьях с предрасположенностью к раковым заболеваниям профилактика такого рода будет очень кстати. Для нормализации низкого давления. При проблемах с пониженным давлением достаточно разжевать пару соцветий специи – эффект будет гораздо лучше, чем от чашки кофе. Сразу облегчится головная боль, появятся силы, исчезнет головокружение. Людям, у которых давление в норме, гвоздика также пойдет на пользу. Помимо увеличения бодрости, специи активизируют иммунную систему. Это все, что мы хотели поведать вам сегодня на эту тему. На канале вы сможете найти видео о пользе овощей и фруктов, о болезнях и способах их лечения, а также о всем, что связано с садом, домом и огородом. Поэтому просим не забывать подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще будем благодарны, если понравилось видео, поставьте ему лайк и поделитесь видео со своими родными, близкими и друзьями. До скорых встреч!